Да, мои первые роды. В такси рожу в машине, он ехал и быстро, и осторожно. В возрасте от 20 до 24 лет вероятность многоплодной беременности всего 2%. А после 45 лет уже 20, в 10 раз больше. Обалдеть! Как это? Наталья Викторовна, расскажите про необычные случаи родов, которые были вот за этот период, когда вы стали уже перинатальным центром Савельевой? Ну, даже сложно так сказать, потому что после того, как мы стали перинатальным центром, и у нас кроме нормальных обычных родов стали появляться еще и преждевременные, наверное, для всех каждые такие роды необычные. Мы стали принимать роды у пациенток с простанием плаценты, потому что эти роды очень требуют особого внимания. У нас есть врачи, которые умеют оперировать эти операции, и при недоношенном сроке беременности мы можем оказать помощь и новорожденным детям. У нас появились преждевременные роды при многоплодной беременности на абсолютно разных сроках. У нас появились роды с аномалиями развития матки. У нас появились роды, которые тоже преждевременные, вследствие и смикоцервикальной недостаточности. В общем, очень много совершенно разных акушерских ситуаций, и каждая из них по-своему интересна. Наталья Викторовна, за кадром вы мне рассказали про случай монохориальной двойни. Расскажите, что за беременность, как прошли роды? К нам обратилась пациентка в сроке беременности 26 недель с монохориальной биомнеотической двойней. И задержкой роста одного из плодов и выраженным нарушением кровотока. Такая двойня очень сложна для ведения беременности, потому что всегда есть риск гибели одного из этих плодов, который как раз отстает, у которого нарушен кровоток. И если это монохориальная двойня, то его гибель представляет опасность и для другого здорового ребенка. Потому что из-за монохориальности происходит ток крови к этому ребенку, и он получает определенные токсины, и тоже происходит повреждение головного мозга. Поэтому очень важно такую беременность наблюдать так, чтобы понять, что дальше пролонгировать невозможно, с учетом нарушения кровотока вот этого маленького плода. Давайте расскажем нашим подписчикам, а что такое вообще монохориальная двойня? Монохориальная двойня – это такая двойня, в которой есть одна плацента на обоих детей, на обоих плодов. Это особенность монохориальной двойни. Она, как правило, образуется из одной яйцеклетки. Эти дети генетически идентичны, они очень похожи. Но и осложнение при такой монохориальной двойне встречается в два раза чаще, чем при дихориальной. Наталья Викторовна, про многоплодную беременность Вы интересно рассказали. Причины многоплодной беременности, на Ваш взгляд, какие? Просто генетическая предрасположенность? Причины на самом деле разные. Если говорить по количеству, то в настоящее время чаще всего это, конечно, вследствие репродуктивных вспомогательных технологий. То есть, когда проводят ЭКО, либо стимуляция овуляции, созревает несколько яйцеклеток, и тогда возможна многоплодная беременность по частоте. Чаще всего вот эта причина бывает. Возраст имеет значение. Вот, например, в возрасте от 20 до 24 лет вероятность многоплодной беременности всего 2%. А после 45 лет уже 20, в 10 раз больше. Почему? То есть, чем старше становится женщина, тем больше детей можно найти в организме? Нет, это так гормонально устроен наш организм. Бывают действительно какие-то расовые предрасположенности. Например, вот в Японии частота многоплодной беременности 1 на 1000 женщин, а в Нигерии 50 на 1000 женщин. Вот такие цифровые соотношения. Вот, то есть это вот расовая, может быть, такая предрасположенность. Для нас это тоже интересно, потому что рядом находится Институт дружбы народов, и пациенты из Нигерии у нас здесь частенько бывают. Так, ничего себе. Расскажите про признаки многоплодной беременности на ранних сроках. Какие они? Вот может женщина просто почувствовать, что у нее не один плод, а два первого-второго месяца беременности? Ну, это все чувства, они, конечно, субъективны. Вот. Все вот признаки беременности в виде тошноты, ранней утомляемости и даже увеличения живота в объеме, ну, как бы они абсолютно субъективны. И вот сказать, что на основании этого, что вот у кого-то, скорее всего, двойни, нет, не представляется возможным. Точная диагностика – это только УЗИ. А уровень ХГЧ может быть выше при многоплодной беременности? Он и есть выше. При многоплодной беременности уровень ХГЧ в два раза выше. Но дело в том, что референсные значения ХГЧ для каждой недели, они тоже в очень таких больших пределах варьируют. Поэтому, опять же, по уровню ХГЧ сказать, что вот здесь двойня, а здесь одноплодная беременность, с точностью не получится. Наталья Викторовна, про многоплодную беременность еще у меня два вопроса. На каком сроке чаще всего женщины приезжают к вам в перинатальный центр уже рожать? Ну, здесь это очень интересный вопрос, потому что если многоплодная беременность протекает нормально, а такое тоже абсолютно возможно, мы очень рады, когда нам такие пациенты обращаются, они приезжают прямо в родах в доношенном сроке и в 37, и в 38 недель. С удовольствием принимаем роды. Вот у нас на прошлой неделе были, уже в начале этой недели такие роды были. Но поскольку при многоплодной беременности чаще случаются различные осложнения, как вот такие, о которых мы уже сегодня говорили, нарушение кровотока, то там, как правило, роды преждевременные, и невозможно предсказать, на каком сроке они произойдут. Мы должны контролировать показатели кровотока по доплерометрии, и как только мы видим, что они становятся критичны, мы тут же разрешаем пациентку путем операции кислоросечения. Поэтому такие пациенты к нам приезжают, как только они узнают, что у них есть проблемы с кровотоками, с ростом одного из детей, и это бывает и в 22, и в 24, и в 26, и в 28 недель. И вот мы, как бы имея уже, хоть мы и не так давно перинатальный центр, но уже такой достаточно хороший опыт в ведении таких пациентов, мы беремся за эти случаи, и у нас уже есть хорошие исходы, которые радуют наших пациентов и нас, разумеется. Хочу вам задать вопрос про второй этап выхаживания в перинатальном центре Савельевой. Какой он? Почему я часто слышу, что он лучший в Москве? Да, это наша гордость. Особенности нашего второго этапа заключаются в том, что это отделение, которое специально для этого проектировалось, именно для второго этапа выхаживания новорожденных. То есть там и планировка палат, и оборудование, абсолютно все рассчитывалось именно для этих целей. Это просторные достаточно палаты, очень комфортные, с новыми красивыми, удобными кроватями. При необходимости есть кювезы для нахождения детей. И наш второй этап отличается тем, что мы достаточно быстро переводим детей из отделения детской реанимации. То есть как только ребенок перестает нуждаться в респираторной поддержке, он оказывается в каких-либо реанимационных мероприятиях, он оказывается в палате вместе с мамой. И это очень хорошо сказывается на результатах нашей работы, потому что если с ребенком, даже сильно недоношенным, рядом постоянно находится его мама, то и мама спокойна, и ребенок тоже становится намного спокойнее, потому что за ним ухаживают мамины руки. Ну, конечно, вместе с медицинскими работниками, которые тоже все постоянно контролируют, помогают, подсказывают маме. А сколько дней может находиться мама в отделении недоношенных детей? Столько, сколько нужно. Это зависит от срока, на котором родился ребенок. Если ребенок родился, ну, относительно ближе к доношному, то это 10 дней, возможно. А бывает, что дети рождаются очень рано, 26-27 недель, даже еще раньше. И тогда они могут находиться и месяц, и два. Абсолютно бесплатно? Да. По полюсу ОМС? По ОМС, конечно. Как москвички, так и нагородние женщины? Конечно. Это же по показаниям зависит, по показаниям со стороны ребенка. Поэтому сколько нужно, столько и находится. А как часто к вам обращаются и нагородние беременные женщины в ваш перинатальный центр? Я думаю, что каждый день. Я надеюсь, по проекту «Роды в Москве»? Да, очень много по проекту «Роды в Москве». Мы очень любим сотрудничать с проектом «Роды в Москве», потому что мы заранее получаем информацию о наших пациентах. А когда мы заранее предупреждены о каких-то их особенностях, в том числе со стороны здоровья, то это нам помогает заранее построить план ведения беременности и родов. Наталья Викторовна, спасибо вам, что уделили время, рассказали про ваш перинатальный центр. Приезжайте к нам рожать! Меня зовут Кангина Марина Александровна. Мамой я стала 17 июня. Это мои первые роды. Беременность проходила хорошо. Роды вполне тоже, даже отлично. Это моя первая беременность. Роды естественные были. Вообще не знаю, с какими шла ощущениями. Было, конечно, и страшно, и не страшно. Не знала, чего ожидать. Схватки дома ночью у меня начались. Думала, что тренировочная. Оказалось, нетренировочная. С ночи я лежала, смотрела на часы, смотрела, смотрела. И уже в 6 утра думала, ладно, надо, наверное, ехать. Вот так приехала. Недолго, в свою очередь, ждала в приемном отделении. Быстро все. Приехала. Быстро меня осмотрели. Там какие-то документы взяли. И подняли уже наверх. Приехала в Подмосковье к маме в гости. И вот так вот. Гости закончились другими гостями. И вот этими. В такси ехала. Там таксист, наверное, сам боялся, что я у него в такси рожу в машине. Он ехал и быстро, и осторожно. И мне кажется, ни одной кочки мы это даже не задели. Он привез хорошо. Сначала терпимо было. Поэтому я думала, что еще не готова рожать. А потом, да. Потом последние 3 часа я узнала, что такое все-таки схватки. Вообще, не стоит слушать, мне кажется, никого. Потому что ощущения у всех разные. Больные тоже у всех разные. Я скажу, конечно, что больно. Но мне, наверное, было больнее, когда мне просто бедро свело. И все. И у меня весь акцент ушел в ногу, а не в сами роды, так сказать. В 17-20 появился на свет. Вес 3,260. Рост 50. Я даже не смотрела никакую больницу. Не смотрела, даже не знала, чего ожидать. Но я скажу, очень хороший центр. Палаты хорошие. Также питание тоже хорошее. И это все бесплатно по полюсу ОМС. И рожала я бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова